Музыка Музыка Было интересно узнать методики, технологии, которые помогают человеку справляться с скоростями, у которых множество в жизни, то есть на работе, в усоединенной деятельности. В том числе быстрее принимать решения, быстрее обучаться, приобретать новые навыки. Когда мы с вами говорим о том, зачем нам нужен этот сектор, есть одна проблема у человека на Земле. Зависимость между скоростью и силой. Как это в бизнесе? Да все очень просто. Если вы, к слову, не сделаете то, что положено, то вы подведете предприятие и всех остальных. Вот это и есть, и будете справляться с силой совещания. А то, что я сейчас говорю, это же не единственная скорость в вашей жизни. Если вы самостоятельный человек, то есть, как минимум, несколько задач, которые сразу ставятся в скоростной режим. Смотрите, каждый день холодильники походу-то выпивают. И опять включается скорость. Понимаете? Каждый день сокращается расстояние до платы за квартиру. Это опять включена эта скорость. Каждый день щелкает в году, и весна сменяется, лето, лето, осенью, осенью, зимой. И это тоже время, которое щелкает, понимаете? Одновременно. Разбитие любого мира, то есть любой сферы деятельности, оно весьма легко позволяет ориентироваться в ситуации, ну и принимать эффективные и быстрые решения, что немало важно. Комплекс сектор, у него название, слышите, сектор. То есть сектор – это некая такая вот штука. Перед вами часы, перед вами часы. 12 секторов часов, как бы, и являются 12 секторами жизни, как бы, человека. Очень много интересных фактов, сказал Олег Викторович. Очень понятным для меня, но я уверен, что для всех языков он сравнил. Какие интересные вещи, которые можно применять в работе, на примере того же фотоаппарата, это было супер. По сути своей, для того, чтобы заключить контракт, или сделать, или устроиться на работу, или еще что-то сделать, нужно сделать всего еще одну вещь. То есть нажать просто кнопку. Все верно. А вот теперь вопрос, что на кадре получилось. Открываем кадр, и видим, он темный. Если в общем сказать, то выставлены неверные, что настройки, параметры. Абсолютно верно. Когда вы собираетесь выставлять настройки в фотоаппарате, у вас всегда три настройки. Эти настройки ставятся вот здесь. Раз, два, три. Зачеркиваю. Вот когда вот эти настройки выставлены, дальше можно нажимать спуск. То есть, если вы не хотите получить черный или белый кадр, вам нужно эти три настройки поставить безупречно. А так как в каждом секторе есть свои настройки, которые уже заранее известны, то вам и не надо даже думать, какие настройки выставлены. Любое решение задач требует определенных знаний, дабы ее и быстрее решить, и эффективнее решить, и умириться наименее на меньшее на усилие. То есть, о том, что нам говорили, да, вы ставите правильные параметры, принимайте решения, и не забывайте нажимать, так называемый, спусковой механизм. Те инструменты, которые тут уносит Олег Булекторович, они являются действием на сегодняшний день. Когда вы стоите старше, когда вы научитесь им пользоваться, вы будете их ставить в разном году. Так, как вы захотите. То есть, сказано такие настройки в этом секторе выглядят, то не, что внимание, те же взрослые говорят, поэтому я сделаю так, так, вот так, все будет круто. Будет эффект на фотографии, интересный такой. Фотография будет широ-нравенничать. Готово. Да, действительно, просто прекрасный фотоснимок, отличающийся от всех других фотоснимков, которые сделали вместе с вами. Ваша фотография самая лучшая. Ну, я сделала из себя определенные выводы, как можно поступать в определенных ситуациях. Уже на выходе из семинара мне стало как бы понятно, ну, в каких моментах стоит действие от действия. Я благодарен себе, благодарен тем, что у меня есть такая возможность с вами пообщаться и получить эти новости с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok